Женский организм В этот момент количество выработанных эстрогенов резко снижается, а женский организм оказывается на опасной границе. С этого момента каждой женщине необходимо должным образом позаботиться о себе. И специалисты университетской клиники Казань уже готовы протянуть руку помощи. Альтернативы гормональной терапии фактически не существует. Естественно, стопроцентная помощь может быть только от гормонов. Вопрос другой, что большому проценту населения гормональная терапия может быть противопоказана или женщина категорически от нее отказывается. Тогда в этот момент мы должны решить, какую помощь ей оказать. Чем раньше назначена терапия, тем лучше эффект от нее. В этом и заключается так называемое окно терапевтических возможностей. Также настоятельно рекомендуется провести исследование ультразвукового типа. Также большое значение имеет именно диагностика. Диагностика онкологических заболеваний, которые, так как мы берем материалы на гистологическое исследование, то есть мы можем уже диагностировать причину на ранних периодах. Существует целый ряд заболеваний, первым сигналом которых и является менопауза, лечение которого невозможно без заботливых рук специалистов отделения хирургической помощи университетской клиники Казань. Конечно, у каждого отделения есть специфика. Спецификой нашего отделения является оказание хирургической помощи. Это все виды операций, которые выполняются всеми доступами. То есть это ляпороскопические операции, операции, которые выполняются через разрез на передней брюшной стенке, операции, выполняемые влагалищным доступом. Основным направлением нашего отделения также является борьба с миомой матки. Возникновение различных женских заболеваний особенно вероятно, если женщине больше 40 лет. Поэтому необходимо знать врага в лицо и всегда помнить основные и полезные для здоровья правила, которые остаются актуальными вне зависимости от возраста. И тогда вопрос, как сохранить здоровье после 40, перестанет волновать вас еще долгие годы. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Роман Самарин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова